Вот так вот сейчас выглядит центр Козельска, частный сектор, всё такое, вот, и на улице, конечно, весна, на улице весна, вот, и местами ещё лежат снега, но ничего, ничего, намёк на то, что однажды будет совсем тепло, и там где-то будет лето, он, конечно, не может не радовать. О, да, еда, наконец-таки, после работы зашла в офис, доделала там свои дела, и сейчас сижу вот в моём любимом томато. Люблюсь у меня заходить покушать, заказали, ну, как ещё не заказать, ещё в процессе заказа окна, вот, фирма Ева Окна, я буду их заказывать, вот, нужно до завтра встретиться с замерщиком, замерить точные параметры, снисовать цену, исключить договор. И к концу марта мы уже тогда сможем, получается, поставить эти окна, вот, здесь, в этой фирме нам распечатали вот такую вот штукенцию, здесь все окна, все открытия, закрытия, там, проветривание, все параметры, у нас сложные окна будут в зале, потому что дом угловой, нам понадобятся эркеры, вот, соединяющие элементы, вот, не дом угловой, в смысле, хотя, в принципе, дом угловой, квартира такая. И вот по стоимости, как это всё выглядит и уходит. Вот, информация весьма интересная для тех, кто занимается ремонтом, вот, и могу сказать, что мой внутренний еврей как бы был готов к подобной сумме, но не настолько сильно, чтобы оценивать её трезво, потому что потом придётся свои расходы очень резко ужать. Вот, вот, YouTube сейчас приносит очень маленький доход, буквально тысячи три за месяц, и я не шучу, вот, так что выплываем только на работе и заказах. Немного подустала за сегодняшний день, потому что пришлось ещё много где вообще поноситься, но у меня, кстати, кофточка из китайского интернет-магазина, и она весьма удобная, вот, мне прям так комфортненько, она какая-то такая, ну, полусинтетика, больше что-то закос под что-то натуральное. Сейчас попробую показать вам низ ее, о, она моднявка. Вот, так что она меня порадовала. К сожалению, это было единственное, наверное, что меня порадовало из того китайского заказа. О, пицца, спасибо большое. Благодарю. Мне принесли пиццу. Шпасть неземное. Я заказала Собиролу, как вы уже поняли, и вот тут вот принесли мою пиццу. Это мясная, что ли, 30 сантиметров. Вот, да, я очень голоден. Я ем редко, но много. Или же часто, но мало. Так как сегодня поесть часто у меня возможности не было, пришлось вот сейчас поесть и поесть много. А в чайничке чайничек чёрный? Чайничек чёрный в чайнике. А, чай чёрный в чайнике. Английский завтрак. Боже мой, я люблю еду. Вы любите еду? Вообще, кстати, вот расскажите мне, знаете, о чём? В каждом городе есть какие-то заведения, которые, ну, вы посещаете чаще всего. Именно заведения с едой. Вот расскажите мне, пожалуйста, какие заведения с едой вы посещаете в своём городе. Напишите мне, пожалуйста, город ваш. И в какие заведения именно с едой вы ходите. Привет! Сегодня следующий день. И сегодня, помимо работы, нужно будет встретиться с какого-то мужика, то, господи, зовут замерщик по окнам. И уже окончательно заказать окна по нашим размерам. Вот. Если всё получится, то в понедельник нужно будет оформлять договор. А в, господи, в двадцатых числах марта уже будет установка. Сейчас сзади меня солнечный Козельск. Здесь уже всё растаяло. Ну, в основном всё, конечно. Этот адовый гололёд, который был. Да, так у меня, по-моему, такая манера. Очень странно держать камеру. И сейчас снова грязными гаражами буду добираться до вокзала. Это талант, знаете, у Скорьки не было бы надо всегда чуть-чуть опаздывать. Вот. Я, конечно, успеваю вовремя на автобус, но вот приходится лететь и спешить. Меня это в себе жутко бесит, потому что раньше никогда такого не было. Как вот универ начался, вот эта вот привычка опаздывается, она приобрелась. Дарными темпами движемся, товарищи. За два дня поездов по книжке. Причём читается у нас документы нечего. Там даже модель шибер. Боже мой, родные стены, счастье-то какое. Так, по поводу окошек, значит, и предстоящего ремонта, который теперь растянется в год на три. Так, вот эти вот окна будут меняться, ну, в каждой комнате, соответственно, но я вам просто к плану окна. Возможно, вот эта центральная часть будет делиться на две. Вот, вот это останется так, как есть. Ну, по поводу отделки, как бы до отделки, как до Пекина известным положением, поэтому окна, батареи, вот эти все пролёты будут меняться. Единственный вопрос, конечно, как менять балкон, и, точнее, не так, когда менять балкон, потому что балкон – это дело довольно-таки дорогое, однокладное. И, честно говоря, у меня вот прям вопрос, мы финансово потянем сейчас или не потянем. Ну, замерзчик по мере, это там видно будет. Вот, папа моего мужа положил вот доски, поднял пол, так сказать. Вот. Ну, остеклить попытаемся. О, смотрите, там пожарка стоит. Что случилось-то? Что-то это со шлангом. Вот, что-то там даже это с какой-то колонкой возятся. Забавно. Вот. А отделку тогда уже не знаю, кстати, хочу отделочку под кирпич. Очень хочу. Вот. Парк напротив пока ещё в таком зимнем состоянии. Арку построили, вот, тропинки проложили, но больше ничего так не менялось. Правобережье оттаивает потихоньку. Снег, конечно, ещё лежит по сравнению с городом, но всё-таки видно, что весна забралась уже и досюда. У нас скоро отпуск, и мы его проведём здесь, в Калуге. Вот. То, чему я несказанно рада, потому что свои стены всё-таки свои. И, знаете, я настолько привязываюсь к деталям и к мелочам. Вот именно, знаете, к атмосфере, не столько к вещам, сколько вот именно вот та атмосфера, которая создаётся. Вот, вплоть до того, что сейчас, ну, у меня с месяца не было, как бы здесь я каждый месяц приезжаю, стараюсь, ну, счета как бы забирать, оплачивать. Вот. А тут я приезжаю, знаете, запах, родной запах. Потому что всё-таки, когда живёшь на съёмной квартире, квартира не успевает пропитываться твоим каким-то запахом твоего быта. И как ни старайся, вывести личный запах этой квартиры уже невозможно. Вот. Вот. А здесь ты приезжаешь и чувствуешь, вот именно здесь ты чувствуешь, что это твой дом, ты здесь жил и должен жить и будешь жить. Я верю, что мы справимся с этим. А ремонт уже дело наживное. Вот. Если вам интересно, я буду держать вас в курсе вот того, что будет происходить в плане отделки. Вот. Ну, сейчас вот у нас в этом году план окна, возможно, балкон. Потом, если очень хорошо постараемся, я даже не знаю, что должно произойти, то батареи ещё поменяем. Потом, возможно, в следующем году, следующим шагом будут двери, а уже дальше можно будет думать вообще, как это правильно сказать, об отделочных работах. Вот. Самое красивое, самое вкусное, да, остаётся всегда на конец. И этому предшествует куча геморроя. Вот. Ну, а отделочные работы мы, скорее всего, сразу все не потянем. Вот. Потому что, опять же, да, как бы все мы люди, все мы смертные и не у всех доход позволяет. Вот. Поэтому также, наверное, будем по комнатно ориентироваться. Ну, пока сложно загадывать, что там будет года через два-три. И сейчас буду делать просто чудесный напиток, который помогает и голод удалить, и, ой, господи, привести в тонус всё, что можно. По книжке «Секреты мадам Шик» там это была лимонная вода. Да, то есть это половинка лимона, половинка стакана холодной воды и половинка стакана горячей воды. Чтобы в итоге получалась такая тёпленькая. Вот. И то есть получалась лимонная вода. Но у меня здесь ещё мандарин выдавлен. Потому что, честно говоря, уже сроки подходили, и с ним нужно было что-то делать. Это такой экстремальный номер левой рукой. Ты-ты-ты-ты-ты. Ну, чайник подоспел. Вот. Единственное, что только не берите слишком много лимона, потому что это будет и вредно, и слишком гидрёвое. Ну вот, моя водичка готова. Такая трубочка сюда. Сейчас ещё перемешаю, чтобы вообще всё было чики-пуки. И вот, да, и можно дальше идти смотреть. Сейчас пересматриваю «Дьявол носит Прада». Кстати, вот такая вот штуковина у нас получается из крышек от фрута няни. Здесь у нас составлена радуга. Ну, каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Вот. И радуга идёт, получается, вот так вот, змейкой. Так что, не знаю, либо мы всё-таки дособираем коврик в прихожую из этого, либо просто будет в качестве подставки. Пока в качестве подставки ещё неплохо совсем справляется детский конструктор, блин. Смотрите, что делает тапок. Тапок дышит. Кто дышит? Я дышу? Нет, я не дышу. Хочу немножко вам поведать про этот блеск от Фаберлик. Я о нём писала уже в своём инстаграм, весьма развернуто. Ну, так упомяну видео, потому что не все подписаны на инстаграм. Так что, если вы этого не сделали, все ссылки внизу в описании. Гоу в инстаграм. Мне он очень нравится, особенно его эффект и нескатываемость. То есть, ты его наносишь, он имеет такой слегка розоватый оттенок, не такой, какой по флакончику, он более нежный. Больше похож на бледно-розовую гигиеничку. Увлажнённые губы нету этой дебильной, дурацкой розовой, розово-белой полоски, которая обычно со многими блесками появляется спустя, ну, сколько, ну, час-два, особенно, если вы разговариваете. Это катастрофа. Нет, с этой штукой такого нету. Это блеск из разряда тайская. Чуть-чуть там, я уже не помню, то ли тайский рай, то ли тайское наслаждение. Ну, что-то из этой серии. Вот его номер, 4435. Боже мой, что это, да? Это фетр. Вот так вот он выглядит, то есть формат А4 очень красивый, особенно вот этот вот зелёный, он просто потрясающий. Единственное, что вот эти вот блёстки, да, ну, они, естественно, отваливаются, и, видите, вот кусок фетра, он не прокрашен. Но выглядит просто невероятно, очень красиво, мне кажется, особенно как фон, просто потрясающий. А здесь вот такой насыщенный зелёный, боже мой, он просто волшебный. Знаете, вот я смотрю на этот фетр, и хочется что-то такое из него сделать, вот чтобы вот прям поставить на полку, вот как будто вот поставил кусок этого фетра, там, не знаю, в рамку, и уже хорошо. Он очень красивый, просто нереальный. Так, это, кстати, подарок от сестры моего мужа. Так, дальше у нас идёт просто вот такой вот, всё, да, блёсточки. Вот, просто такой зелёный фетр. Так, сейчас подумаю, как бы лучше всё это уже дальше организовывать. А он, по-моему, мне кажется, или он клеится, потому что здесь, видите, вот такая вот бумажка. Ну, это, ладно, это я потом разберусь. Вот такой зелёный фетр. В принципе, чуть-чуть оттенок отличается, но, по-моему, он очень близок. О, зато с другой стороны, посмотрите, какая красота. Вот это вот вообще просто бомба. Очень здорово, очень красиво. Классно. Может быть, блокнотик какой-нибудь с вами сделать в виде мастер-класса. Так, также есть вот такой жёлтый фетерок. А, вот теперь обычный фетр, то есть без вот этого белого бумажного слоя. Наверное, всё-таки тут был самоклеющийся фетр. Вот такой зелёный и болотный. Вот, как раз, знаете, такие ананасно-подобные цвета. Вот, я очень довольна, мне очень понравился. Он безумно красивый и классный. Вот, фетр форева. Вот, так что подумаю пока, какие мастер-классы с ним делать. Наверное, покажу вам в этом влоге. Это вот такие вот две толстовки с того же китайского сайта, с какого была кофточка на мне. Но эти толстовки мне совершенно не подходят. Они огромного размера. А мужу в то же время малы, поэтому я думаю, я отдам их лирку. Как бы она уже найдёт, куда их применить. На мне они очень странно сидят. Они странно сшиты. И я в них тону просто колоссально. То есть, не знаю, это как огромные-огромные мешки для меня. Вот, плюс чёрная для меня сидит вот не очень хорошо. Именно по пошиву плеч. Вот, ну и, соответственно, это синтетика. Если вот это белое, это ещё можно хоть как-то носить. Потому что изнутри довольно-таки мягкий слой. То есть, она реально приятная. И, ну, она достойная. Мне нравится, вот, кроме размера. Вот, то вот с этой вот вообще беда-беда. Она хоть изнутри мягкая, но там другой немножко какой-то материал. В итоге вся толстовка дико синтетическая. Просто пипец как дико синтетическая. Ну, всё, буду досматривать дьявол носит Прада со своей любимой лимонно-мандариновой водичкой. Так что, до новых встреч, чуваки. Тапок, тапок, какое сегодня число? 13 марта сегодня. И за окном вот это. Мало того, что это больно, это чисто баранное, как-то этого. Это ты так думаешь? О, кот. Тимон. Тимон. Где твоя пумба? Где твоя пумба? Пип-пип-пип. Пип-пип-пип. Пип. 20 марта. На улице лежит снег. О, господи, как же хорошо дома. Да, это Ташимон, знаешь? Да, в коробку. Заказали еду из Ташира, и нам пришёл тёплый ролл один на двоих, и разные салатики, два греческих, и вот раз, два, три. И три, короче, других. Один деревенский, а два других, не помню какие. И ещё у нас есть пицца. Пицца, то пицца. Рядом лежит пельмень. Вот такой вот пельменой. И вот здесь такая вот пицца. Пицца нам пришла вообще за баллы. То есть, считайте бесплатно. В счёт предыдущих заказов. Очень странно снимать видео о том, как ты снимаешь видео. Сзади меня камера, пакет из Ифраше, товары из Фикс Прайса и нового книжного. И Тапань прячется мой Тапань. Тапань. А ещё пришло два письма от подписчиц, и я чуть-чуть позже вам покажу их. Сегодня целый день мотались... О, Луна! Сейчас попробую, попробую показать. Вон там есть Луна. Вы её видите? Ну, это она, да? Да. Да, это она рядом с фонарём. Вот. Сегодня мотались по городу, купили котам корм, купили, наконец-таки, сюда, направо именно, лоток с бортиками. В Козельске он у нас есть, а теперь он есть ещё и тут. И слава богу, потому что наш пельмень как бы копает до Китая. И я взяла себе линзы на полгода, которые я ношу обычно год, потому что мой внутренний еврей всё-таки не может каждые полгода отваливать 1600 на эти штуки для глаз. Так. Что ещё вам такого поведать? Приготовила сегодня макарошки с курочкой, отсняла для вас это, опять же. И я думаю, что на канале будет, наверное, отдельный плейлист со всеми именно какими-то рецептиками, так что... Который будет пополняться не так часто, как остальные, но периодически, я думаю, туда что-то будет скидываться. Так. Я думаю, кому-то из вас это будет интересно, кто ведёт своё хозяйство, кто сам готовит. Так что было дальше для вас снимать видос. Кокос. Посмотрите на этот вид, ребят. По-моему, он не может не нравиться. Я прям отдыхаю, когда это вижу. И так не хочется обратно в Козельск. 22 марта. Веет, да? Прям веет теплом и летом. И с 9.30 утра сегодня сосед начал развлекаться с перфоратором. Муж спит, поэтому не хочу сейчас орать. Но, блин, я люблю такие за годы жизни. мы пытаемся откопать нашу машину под грудой снега, который внезапно навалил, чтобы поехать в сервис, починить мой ноут, потому что у него проблемы с петлями. Сейчас попробую вам показать. у него вот тут вот крышка треснула и в итоге проблемы с петельками, поэтому не знаю, починят, не починят, возьмутся, не возьмутся, во сколько выйдет. Ну, и я, кстати, сейчас вот хожу вот с этой вот сумкой. Мне она очень нравится. Да, еще раз спасибо мастерице, ее сделавшую. Вот, смотрите, щеточка. Она очищает, она тыкает. Вот. И нужно сегодня еще пройти техосмотр вот на машину. Документы на это подать. Вот, сейчас будет очень в тему. Мне, кстати, нравится, как лежит на мне тональный кот и фрешел. Он очень хорошо сливается с тонн моей кожи. Вот. И прям все как надо. Его не так много на мне, он нанесен точечно под синяки, под глазами, на синяки под глазами и на парочку акне, которые заживают. Я в ушах. Я очень люблю именно такой вид утепления. И, честно говоря, так задолбало ходить в синтепоне. Вы себе даже не представляете. Я искренне поражаюсь, удивляюсь и завидую тем, кому не холодно ходить в джинсах, в платьях. Мне кажется, эти люди из другой вселенной, и они, не знаю, используют маги, не Хогвартса. Коты, которые гуляли. Посмотрите на этих махначей. Снежный барс. Да? Да. А ты кто? Снежный пельмень. И главное, они хотят обратно. позвонили из Евроокон. Завтра уже придут все устанавливать. Так что нужно освобождать все вот это вот место, чтобы рабочим было удобно. Сделали документы на техосмотр, которые необходимы были. Осталось только штурмануть страховую компанию. Ты вышел. Ты вышел. Вот. И помимо этого еще, конечно, куча дел. Ноут я сдала в ремонт, который мне обойдется где-нибудь либо от двух тысяч до пяти. Все зависит от того, что будут делать. Так что пока что я без ноута. Не могу верстать, не могу выкладывать видео. Но могу снимать. Так вот. Да, тем временем мы продолжаем вирать в нашем отпуске. Мы заказали себе два вот таких вот мисса супа. Один с лососем, другой с креветкой. Наверное, с креветкой. Ну, не знаю. Здесь сложно сказать, есть тут лосось или нету. Будем верить, что он есть. А вот тут вот у нас суши. Набор антикризисный. В итоге все это вместе вышло на тысячу. Ну, 999. Классика. Да, котики и еда это залог успеха любого влога. А еще мы смотрим Геркулесика. Мы посмотрели весь сериал и сейчас смотрим полнометражку. Откуда я рода? Доброе утро, друзья. У нас с вами ремонт начался. Можно поздравить. Окна привезли. Сейчас попробую показать вам, как это все выглядит. Кстати, параллельно со всем этим можете оценить, насколько этот не генерит, а базирон почистил мою моську. Вот. То есть, без тонала, без всего. Единственное, что только, конечно, он очень сушит, кожа шелушится, пипец. А в остальном мне очень нравится его эффект, что нет жировичков и все стало намного лучше. Покажу вам окна. Эти еще не поменяли, поэтому смысла показывать нет. Пойдемте подсмотрим. Вот миоконные рамы. Ух ты. Когда еще такое увидишь? Чтобы такого куска стены не было. мне нравится такое окно. Одно такое сплошное поставить. Блин, классно. Зато такой простор, такой вид. А вы тут готовите раму, да? Ну да. Там делать нечего пока. Ну мне сказали, что вы решили этого эркерс сегодня поставить. завтра уже в окно заняться. Это такое. С трубами всегда тяжелое. Вот тут где-то ставили 20-й дом. На лошадьбе стоит девятиэтажка. 20-й. Я знаю, что 29-й вот напротив. Здесь 40-е. Вот едете вдоль всех домов, потом направо и прямо. И он стоит отдельно. Вот мы на себя ставили в прошедшую субботу. Там было вообще пять этих труб. Они шли вот так вот. Она круглая. Пять соединений. Кошмар. 7 метров. Тут один у тебя такой угол, и ты думаешь, блин, мало того, что доплачивать, так это еще сделать надо. там. Если бы она была бы, у вас просто не было бы этого угла, вот допустим, чуть-чуть двинетой была бы, просто прямая трешка. И все. И денег мне на столько платить за другую. Я не понимаю, что их мотивировало вот этот спрос. Да, эстетический момент. Ну что, поменяли нам два окна. Завтра придут менять все остальное. Вот. Это пресс стоит. Откосы, наверное, придут либо завтра, либо послезавтра делать. Не знаю, мне нравится, как вот одно большое окно поделили на два одинаковых. Вот. Это здорово. Потому что, когда у тебя одна минивическая створка, с которой еще нужно уметь совладать, и узкая форточка, это не настолько удобно, как две такие средние одинаковые адекватные створочки. Вот. Ну а здесь строймусор, конечно. Да. Рама обещали увезти. Ну не рабочие, а так, родственники. но все, окна нам поставили и в этих пролетах из маленькой комнаты и кухни на балкон и сам балкон застеклили. Естественно, только сейчас не будут туда проходить. Вот. Но суть ясна. Вот подокончик теперь у нас на балконе появился. Почему, кстати, со всех сторон. Даже вот тут. Вот. Все эти этикетки будут от утра на завтра, когда придут устанавливать откосы. Вот. То есть это вот вот эти вот боковые места. Так что такие пироги. Это будет репортаж из Троллибуса. Короче, смотрите. Только что с почты. Еду сейчас на работу. Я реально не троллибляю. Вот. Значит, на Чарте убила голая статистика. Здесь действительно очень интересно преподнесена информация о статистических данных. Почему? И поисковики выдают определенные запросы. И вообще как бы очень много нюансов, которые можно излечить для жизни просто элементарными подсчетами. Ну, собственно, о чем книжка. Вот. И также мне пришла вот такая вот раскраска. Удивительные сравнения. Раскраска с самыми красивыми зданиями я не вылюбила. Вот. Она, конечно, большая. Очень неудобно вести. Уважение подсчетами. Уважение подсчетами. Уважение подсчетами. без туманно мазаловки ферверов. А вот. Обожаю их. Они плевые. Ну, собственно, что. Сегодня уже там следующий день. И вот нам поставили откосы. Вот так вот они выглядят на этом скотче. Скотч через два дня, по-моему, мужик сказал убрать. Но, честно говоря, не помню. Порожек мы не делали, потому что во время ремонта неизвестно, какой дизайн мы захотим и будем уже плясать от этого. Вот. Вся вот эта пленка она будет убираться естественно позже. Потому что ну, что сейчас ее убирать, когда ремонт там только будет когда-нибудь и ну, пусть усидка пока что не мешается никому. Вот. Так что везде, во всех комнатах теперь окошки имеют законченный вид. Пойду вам эркер покажу. Так, там у меня кот копает на заднем плане. Вот это вот эркер. Боковой вот этот вот момент в окошке. И хочу сказать, что может быть знаете этот угол выглядит эстетически красиво, но вы себе не представляете сколько это проблем. Проблемы начинаются от банального вешения карниза, заканчивая тем, что здесь ставится труба. Труба особая, двухслойная короче. На мои мужики, которые устанавливали окно пропение или там что-то еще что-то с ней сделали, но в итоге все равно кстати поддувало. Поддувало вот здесь очень сильно. До сих пор здесь дует чисто конкретно, потому что это стык, это самое слабое место, как он считается. Пельмень, господи, ты боже мой, жопа ты моя, такая рыжая. Вот. Но здесь вроде бы пытались засиликонить и все не так страшно, как могло бы быть, но дует. так что эстетика эстетикой, но с практической точки зрения, к сожалению, приходится мириться с небольшими несовершенствами. Вот. В остальном я окнами довольна. Это был серьезный шаг, это было серьезное решение, так что так сказать похвалю. Так что да, похвалю нас за то, что мы все-таки это сделали. Вот. Вот так вот они, собственно говоря, да, еще раз вот покажу, он выглядит. А здесь коты. Кот. Ксс. Я тут. Да, молодец. А он там другой кот. Котам, конечно, здесь хорошо. Здесь просторы, здесь пространство. Вот. Не то, что в Козельске. О, игривый жоп, игривый кусачек измей. Годзилла, покажи Кодзиллу. Маленькая рыжая Кодзилла. Ну да, точно. Ну вот так через ремонт там забрались. Сегодня в 2000 обошелся ремонт петель. Вот. Там работает офигенный просто чувак, мастер. И он просто божественен. Он сделал все. Так что теперь мой нот открывается. Ничего ниоткуда не выходит. И все просто чудесно. Вот. А еще пельмень-копатель. Он будет копать свой лоток до последнего. Хотя просто сходил, пописал. Вот. И я не нарадуюсь на книжку, ребят. Книжка просто, просто бомба. Блин, мне так упор любится. Ушка ммм. Это стекло. Это хотя бы чистое стекло. Была сегодня в городе, в магазинах и купила себе вот такие полусапожки бежевые с шнуровочкой, потому что у меня очень узкое голенище и подобрать что-то на него это что-то нереальное. Так что только шнуровка такая спасает. Это 38 размер, у меня вообще 37, просто последняя пара оставалась за 1800 с чем-то они были. Вот. Но с моими бонусами спасибо. Мне вообще вся эта покупка вышла рублей 800. И вот такой вот шарфик. Шарф я покупала под весеннее настроение под сумочку, которую покажу чуть-чуть попозже. Материал кожзам, кожа, не знаю, честно говоря, не очень принципиально к этому отношусь. Наверное, кожзам. Вот. И каблук очень устойчивый. Вот. Такая женственная моделечка, чтобы как раз носить со всякими плащиками, под юбочки, под платьюшки. Очень хорошо на ноге сидит. Ах да, забыла сказать, что покупала это все в магазине Кари, который у нас находится в торговом центре семейный. Так, эти сумки, значит, сумки, сумка из магазина Zenden. Еще есть мятная, чуть-чуть попозже. И вот такой вот кошелечек. Кошелек довольно-таки большой, как вы видите, он больше, чем моя ладонь. Внутри он очень просторный, а снаружи он сделан под вот такое вот переплетение фиолетовых и розовых лент. Значит, внутри отделение для карточек всевозможных, отделение для мелочи. Вот так вот оно выглядит. И здесь у нас отделение для либо купюр, либо карт. Ну и плюс вот такие большие разграничивающие отделы, ну именно для, я думаю, бумажек. Вы только посмотрите на это. Говорят, что кошки, когда слышат, что кто-то разговаривает, им кажется, что вы разговариваете с ними. И поэтому, когда я снимаю видео, ей кажется, что я разговариваю не с кем-то, а вот с ней. И ее долг это прийти и вот что-то что-то из себя изобразить. А вот это, ребят, это просто это любовь. Она, эта сумка небольшая, в нее влезет не так уж и много всего, то есть, не знаю, по работе я мало смогу что-то путного из нее изобразить, потому что халат, фотик сюда явно не поместится. Вот, но сама она, конечно, просто потрясающая. Она сочная, она яркая, она такая вот малиновая, просто чудесная. Она стоила две, о господи, две семьсот, две восемьсот, где-то в этом районе. Вот, сейчас покажу вам, как она выглядит внутрь, и может быть, вот, а может быть и нет. Нет, не хочется нам фокусироваться и брать в глубину, зато кто-то хочет вылезать в ручку, да. Вот, ну, внутри ничего необычного, кармашек под ключи, кармашек просто под какую-то мелочь и большое одно отделение. К ней шел также ремешок на плечи. И сзади вот такой вот кармашек еще один. Меня что удивило, в этой сумке странно пришиты ручки, то есть, видите, они крепятся, ну, таким вот способом, и вот этот черный шов оказывается снаружи, в то время как внутри, да, видите, ручка гладкая. Ну, это никак там не мешает носке и так далее, но чисто с дизайнерской точки зрения это странно. Мне кажется, знаете, как будто это, ну, изнанка, короче, ручки перешили. Вот. Видимо, так было задумано. Сбоку у нее вот такие вот бежевые вставки, отлично подойдут к моим бежевым туфлям лакированным. И вот здесь вот у нее ножки, да, тапок? Да, тапок. Правильно, оботрись от моего офигенскую лакированную сумку, залезть в нее, конечно, светь там гнездо и расти птенцов. И вот такая вот мятная сумка была приобретена для меня мужем с практических точек зрения, потому что она подходит под мятный плащ, и потому что она большая и может в себя вобрать все для моей работы. Вот пришел главный эксперт по сумкам. Нет, 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 ты не будешь этого делать и даже, даже не пытайся. Давай мы как-нибудь с тобой на расстоянии попробуем ее обозреть, раз ты такая у нас активная. И вот мохнатый эксперт считает, что сумка подходит ко всему, и под плащик, и под туфли, и под сапожки, и подо все на свете к ней прилагается вот такой вот ремешок. И внутрь стандартная бежевая подкладочка, не имеет смысла даже ее показывать. Самое простое, кармашек и одно отделение. Но мне очень нравится это вот в Зендене, и также там две с половиной где-то она стоила. Вот, вот этот мохнатч, такой весь доводный, такой грязный за последние дни. Я ее мыла, наверное, раза два или три вот за последние, буквально дня четыре, наверное. Вот, из-за того, что меняют окна, она прям это, не может себе отказать в том, чтобы не поваляться где-нибудь. Но, блин, характер мы, конечно, да, будем показывать всегда. Вот так вот выглядит окна при свете дня, я понимаю, что нифига непонятно, что тут происходит. Вот, ну, все то же самое, что и вы наблюдали при вечернем освещении. Единственное, только фон другой, ребят, сегодня такая погода, шикарная погода, просто обалденная, тепло, такое чувство, что вот она весна, вот то, что давно ждали. И если сейчас опять долбанут морозы, будет очень-очень грустно. А это наш балкон. А еще где-то под полом, по ходу дела, прячется тапочек, потому что их было тут двое, а вышел только один. Кот, где ты? покажись. Вон, видите, кот выглядывает своим одним глазом. Да, погоди сюда, все опилки соберешь. Кс. Не, хрен бы там доска интереснее. Да, обычай. Я выбрала самый, наверное, адекватный угол на данный момент дома, потому что, чисто на бронях меня, конечно, стоят вот эти старые балконные рамы, ничего, такой фон, да, стильно, модно, молодежно. Вот. Чтобы мои подписчики, как всегда, развели дикий срач на тему того, что я ничего не могу сделать со своим фоном. А то, что ремонт и все возможные периоды, это никого не буду волновать. Но так я не об этом. Хочу с вами поделиться одним очень увлекательным наблюдением о том, что меня обокрали в роддоме. Причем, мне кажется, я догадываюсь, кто это сделал, но давайте обо всем по порядку. Либо в этом, либо в предыдущем влоге, не знаю, куда получилось это вставить. Вы видели раскраску антистрессового здания, которое мне пришло от издательства Ман Иванова Фердер. Ко мне пришел тапыч, тапыч. Вот. И, знаете, в голове промелькнула мысль о том, что хорошо, что я успела отстеть на нее обзор в троллейбусе. Вот. Значит, как были дела? Я такой все в троллейбус, значит, доезжая до роддома, оставляя эту раскраску, потому что она большого формата, больше, чем А4, она никуда не улезает, пакета нету. Там же, где мы храним журналы по работе, по нашей. Журналы обычные, которые на выдачу мамочка. Их никто не трогает, кроме нас. И там вообще наша коробка стоит, в ней визитки, буклеты, как бы, это никому нафиг не нужно. И стоит в гардеробе, куда посторонние не заходят, туда заходят только бабули, смотрительницы, гардеробщицы, уборщицы. То есть, две бабки и охранник. Все. И я оставляю раскрасочку там, иду, работаю, весь день работаю, собираюсь уходить, думаю о том, что нужно взять раскраску. И тут меня посещает какая-то такая мысль, о чем-то забиваюсь, то ли меня с фотками отвлекли, что там какие-то, по-моему, молодых человек что-то спрашивали. Я забываю раскраску там. Все, за мной приезжает муж, сажусь в машину и уже по пути из отдаленного района города понимаю, что, блин, я раскраску на работе забыла. Она все там же лежит, как бы в ящике с журналами. Ну, не хотелось уже туда возвращаться, все-таки далеко, и куча планов было на день. Поэтому, думаю, ладно, не буду припредать мужа с этим. Вот. Блин, тапок это не очень, конечно. Такая мылота, там Ахнаде. И все, короче, заберу завтра. Все равно, как бы, вот, ну, в этот ящик, там никто не лазит, в гардеробе никого нет. Сколько уже всего оставлялось, и сменка, и халаты, и, ну, за полгода, как бы, ничего ни разу не пропадало. На следующий день я возвращаюсь на работу, вот, и понимаю, что раскраски нету. Спрашиваю, естественно, у смены, да, типа, вы раскраску не видели? Нет, не видели. Вот. Типа, мы же не дети, что нужна раскраска. Но я начинаю говорить, ну, понимаете, там взрослая раскраска, антистресс, все такое. Вот, описываю. И в какой-то момент мне кажется, что одна бабка упорно от этого отникивается, слишком упорно. Вот. Я очень хорошо разбираюсь в людях, и мне хотелось бы, чтобы я ошибалась, но что-то мне подсказывает, упёрла эта бабка раскраску своему внуку. Вот. Я, конечно, ещё охранников поспрашиваю, но мне кажется, уже как бы конца и края я не найду этой истории. В гардеробе нигде раскраски не было. То есть, ни в нашем ящике, ни, не знаю, там, на подоконнике, в тумбочках не было. Вот. Но что-то мне вот подсказывает, что упёрла бабка эту раскраску, потому что она наверняка посмотрела, что вот эта какая-то книжка лежит, да, не бей, не мей, не кукареку, надо её стырить. Я рада, если я буду ошибаться, и всё-таки эту раскраску вёл кто-то ещё, но там никого больше нету, там только эти уборщицы, больше там никто не ходит. Ну, я подумать не могу, она очень хорошая женщина, она прям, ну, не знаю, она и меня любит, и сама такая порядочная очень, то есть она, нет, она не могла бы так. А вот другая, очень многое из неё сражение болтает, такое другое слово, не по делу. Вот, может там сболтнуть какую-нибудь вот эту фигню левую, вот, а не будет разбираться правды, это неправда, ей лишь бы что сказать, и очень такое безответственное отношение к тому, что она говорит, вот, может это кого-то покоробить, не покоробить. Вот, это, знаете, из разряда купила себе новую камеру от Canon 760D для съёмок видео и для работы, чтобы малышей нормально фотографировать. И что-то эта бабка спросила про стоимость этой камеры, вот, но я ей говорю, что, ну, камера дорогая, то есть, ну, я не хочу озвучить, вам стоимость, камера дорогая. Вот, она говорит, ну, что, тысяч 10 стоит? Я говорю, ну, в 6 раз больше. Вот, она так, а откуда у тебя такие деньги? Я так, ну, вообще, как бы это, я заработаю, зарабатываю, я откладываю, не, не думали об этом. Нет, ну, всё равно, откуда у тебя эти деньги? Тебе кто-то подарил? и тут такой ступор, знаете, когда ты всю жизнь сам зарабатываешь, да, отказываешь себе в чём-то там, откладываешь, копишь, вот, вот это вот залезание вообще левым посторонним человеком тебе в карман, да ещё и как-то вот такой гон на тебя, что, типа, не знаю, такое дно, которое, не знаю, там, не способно заработать, накопить, что-то купить. Ну, я понимаю, что, возможно, человек по себе судит, ну, блин, как-то вообще вот, ну, неприятно, обидно, мелочно, фу-фу-фу-фу такими быть, не становитесь такими бабками. Вот, так что, оказывается, в роддоме у нас воруют раскраски, кто бы мог подумать. Хочу ещё вам кое-что показать, я и такое, что это не тапок, естественно, но так как, как всегда, я снимаю видео, и оно должно присутствовать, оно здесь. Хочу показать вам вот эти вот стикеры, они ко мне пришли уже довольно-таки давно, ссылочку на группу я оставлю внизу, в этом блоге вообще, по ходу дела, будет много стикеров. Пришло три листа, но вот у меня с собой сейчас просто два. Значит, один с поняшками, вот, а другой с моей девочкой из мастерской. Вот, по поняшкам лист выглядит вот так вот. Здесь моя любимая Cadence. вот, она была основной причиной для заказа этого пака, и вот на этом листе моя белка. Вот, правда, вот это вот, что-то я расплющила немножко. Обожаю вот эту вот картинку, партнёрка её нарисовала, и я до сих пор очень благодарна моей зрительнице, которая нарисовала вот эту вот девочку с закосом под меня. Очень приятно. И вот, ну, очень удачное изображение, которое теперь, как вы заметили, используется очень много где. Так что, вот такие вот пирожки. Стикеры не вырезанные, вот, потому что хотели отправить поскорее и спросили, вырезать, не вырезать. Я сказала, что да ладно, я сама вырежу. Вот, бумага не виниловая, а вот какая-то ещё что-то с намёком на глянец, но, например, отличается несколько от No Kids Stickers группы, например. Вообще, нужно однажды взять и сравнить вот всех троих поставщиков стикеров в моей жизни. Мы сейчас в Асабе, потому что отпуск нужно проводить достойно, да, и вот принесли часть нашего заказа ложечки, лимонадик-лубнички, лимонадик-скиви, водичка для бизнес-ланча, и чувствую, сегодня мы будем отсюда выкатываться, а не выходить. Только сейчас осенил, и вы только посмотрите этого палочка из Гарри Поттера. Пиу, 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 пиу. Так, здесь у нас рамен. Рамен состоит из, я вижу, яйца, лапши, бучка, и, кажется, мясо, интересно, что здесь, ну, вот какое-то мясо есть. Здесь мясо море торчит. А вот тут вот принесли мисо-суп к бизнес-ланчу. Видите? Вот. Маленькая такая чашечка. Ого! Приятного аппетита! Это лучший роман в городе. Мисо-суп, кстати, так себе. Непонятно, чем он дает, но муж говорит грибами, но не знаю, как бы, что меня смущает, потому что вообще грибы-то я люблю, а здесь сам бульон, не знаю, имеет какое-то не очень приятное послевкусие. А так, сырок, подоросли, лучок и грибы. Так, ну, это сам бизнес-ланч, помимо супа, роллы с лососем, вроде как, роллы, чинистые с лососем, вот эти вот маленькие, авокадо, какой-то непонятный соус для салата, сам салат, а вот такая большая, сушена, наверное, это угорь, вот с кунжутом и сушена с лососем, а вот это у нас имбирчик, да, ну и посадь, маленькая такая, как Рашулечка. Сделаем это в автобусе, смотрите. Хорошо. Вы не поверите, но этот кусок много-плохо снят в туалете. Сейчас день рождения мамы, юбилейный, празднуем в ресторане Шарок, там же мы празднуем мою свадьбу, и сейчас-то немножко отфоенцового друга, нам не вот это вот платье, из китайского обзорчика. Мне, кстати, нравится, как она сидит, полно по щебу села, да. Так что такие пироги. Никогда не делала селфи, кстати, в туалете, вот поэтому надо снять в лоб в туалете, еее! Let's go to your heart. Смотрите, какая просто мистическая магия. Ну, здесь, как всегда, да, дорога, огни и так далее. В парке поставили два, нет, три высоких фонаря. И знаете, среди деревьев теперь такой мистический свет. Это выглядит так странно. Он белый, как будто это призраки. Муж сделал для пельменя вот такую вот люльку на подоконнике. То есть просто коробка, в ней плед и коробка на двусторонний скотч приклеена, чтобы они ее не сдвигали никуда и не роняли. Вот, и кот теперь просто в восторге. Просто вот его размеры и размеры коробки из-под турника, они идеально дополняют друг друга. Это куда? А, то есть вот это вот железная хреновина, это хомут? Делай, делай, не отвлекайся. а то здесь так натекло с условием, что еще вода отключалась. не ожидать результата. Надо, наверное, водичку вылить, чтобы результат чище был. Просто бумажку положить. чуть-чуть сильнее затянешь. Доброе утро. Сегодня хоть немножко потеплело, хоть с намеком вообще на то, что в мире существует весна. И мне сегодня так хотелось садить платьюшку, но нет. Сегодня я из-за этой паспорной погоды вынуждена надеть что-то потеплее. В итоге я решила перебрать то, что у меня есть более-менее из межсезонных вещей. Нашла вот эту вот черную корочку. Вот. Закосом под кожу. Но вряд ли она кожная, кстати. Вот. Честно, уже даже не помню. Вот. Далее. Это будет очень странно, наверное, лук такой, демонстрация лука. Это печеньки, коробка с печеньками. Вот такая вот черно-серая джинсовая юбочка когда-то купленная на распродаже в Gloria Jeans в Питере. Леггинсы с китайского сайта. И... Как это назвать-то, господи? Ну, вы поняли. И вот такая вот обувь темно-темно-синего цвета. Ну, и также со мной будет моя мятная новая сумочка. Под шарфик, под резиночку и под тени. Вот. Что касается того, что под курткой обычная черная кофта с рукавами на молнии и подолазка. Вот. Потому что мне очень нравится, знаете, делать какой-то такой образ в одном цвете и разбавлять это все яркими акцентами. Вот. А еще, конечно, волосы было бы очень классно сделать распущенными, но, блин, на моей работе ну, фотограф, роддом, дети, вот, они мешаются очень сильно. Поэтому даже вот, ну, не знаю, что с этим делать, потому что меня однажды так подстригли, что теперь вот эти вот пряди, короче, выбиваются и сколько их не вплетая в косичку, они все равно, короче, живут своей жизнью и выходят из нее. А. Ну да, сегодня придется очень сильно помотаться, потому что нужно и фаберликовский заказ забрать, и, господи, ночую я сегодня у мамы, потому что муж в дежурстве и смысла возвращаться сюда в Козельск как бы вообще нету. И чтобы не мотаться, то, что завтра все равно на работу, останусь там. Покажу вам, наверное, клякселя. Вы же скучаете поздно, да. Коты остаются мои сегодня одни. Скучашечки. Они такие социальные, они такие любвеобильные. Они так не хотят меня отпускать на работу. Я сам не хочу себя отпускать на работу, честно говоря. Знаете, на моей работе огромную роль играет человеческий фактор. Вот если вот на всех вакансиях там продавца-консультанта он играет достаточно весомую роль, то в моей работе все зависит от человеческого фактора. Вот вообще все. От прихода в роддом до выхода из него все человеческий фактор. И это какой-то кошмар на самом деле. Я понимаю, что грех не жаловаться на свою работу в моей ситуации. Но, блин, все равно местами бывает очень сложно. А еще мне вчера написал директор кафе Two Time. Я однажды показывала кафе в своем блоге. Так получилось, что мы слегка случайно туда зашли, поели, фаберлик показали и ушли. И после этого директор меня нашел, написал ВКонтакте, потом позвонил и говорит, Виктория, вы не могли бы пофоткать еду в нашем заведении? Я такая, о, боже мой! Фоткать еду! Наконец-то я могу сделать это вот прям от души и официально. Я не просто там, не знаю, из-под тишка в инстаграмчик или просто потому, что, не знаю, фотик оказался рядом и мне не впадло его достать и сфоткать. Мне нравится, кстати, фоткать еду именно такую разнообразную, которая красивая, яркая, которая вот прет с картинки. Может быть, на самом деле мне нужно не детей фотографировать, а именно предметы, животных. Они у меня лучше получаются, кстати. И от фоток еды я получаю истинное наслаждение, потому что, ну, не знаю, с едой проще. Повернул, как захотел, там, не знаю, потрогал, сделал все, что тебе надо с детьми, естественно, не так. А вы не могли бы его чуть перевернуть, чуть подвинуть, а вот здесь чуть подправить? Ты же не имеешь права здесь натрогать чужих детей. Вот, кстати, моя тяжеленная Дзентоновская сумища, потому что халат, фотик и так далее, в нее впихнуть было крайне сложно. И если я привыкну к носке сумки после рюкзака, то думаю, что я для вас сниму однажды видео, что в моей сумке три, потому что по мере смены моих работ и сумок основных, потому что к вещам я привыкаю, я могу один рюкзак таскать несколько лет, и меня все будет устраивать. Вот, то, ну, ждите, короче, по мере съемки этих видео, вот, по мере смены рюкзаков новое видео. Вот, выговорила. Знаете, мне кажется, есть такие города, которые в любое время года выглядят туныло и у Бога. Ну, например, вот Козельск. Красота. Зимой здесь вы видели снега и лед. Теперь вы здесь видите бездорожье и серое дождливое уныние. Иду я сейчас с работы. Нужно, наверное, зайти в офис облать анкетки. Я так думаю, смотрите, какая штука у меня здесь Бог. Волосная как уявится, конечно, хоть стой, хоть падай. И хотела с вами поговорить о очень интересном таком явлении на моем канале. Более глубоко давайте с вами это обсудим, чем просто где-нибудь в комментиках. Мне тут написали, что после того, как я вышла замуж, видео стали хуже. Причем люди не обосновали как бы, чем именно хуже, потому что качество видео возросло, это понятно. Соглашусь, что поменялась тематика канала. Да, осталось все тоже рукоделие, какой-то уклон в вдохновляшки, мотивашки, но все-таки, знаете, жизнь человека меняется, и когда в твоей жизни появляется супруг, то твоя деятельность направлена на семью, на создание этой семьи, на заботу о ближнем своем. И, естественно, уже жизненные взгляды немножко другие, уже нету вот этого детского такого наивного взгляда на мир, ты уже решаешь серьезные проблемы, у тебя уже там, не знаю, ремонты, там, не знаю, готовка, уборка, стирка и все в этом духе. Да, я решила убрать вот эту висящую штуку, вот, непонятно как выращившуюся. И, соответственно, опыт жизненный приходит немножко другой, и хочется поделиться этими изменениями. Так, сейчас мы с вами тут дорогу переходим очень бодро. Так, и вот как вы считаете, да, после моего замужества, хотя странно, что датой отсчета народ выбрал именно официальную регистрацию, потому что ну тогда давайте уже брать, там, не знаю, полтора года назад, именно с даты совместного проживания, потому что замужество суть-то не поменяло. Как вы считаете, изменились ли как-то видео? Ну, естественно, не поменялись, да, но вот как их видите вы, потому что в то же время другие люди написали, что после замужества глубина видео содержания стала, наоборот, лучше, стало глубже, потому что опыта жизненного больше, советы более практичные, подход к предоставлению вам информации опять же, да, более глубокий, вот как вы считаете? сейчас, кстати, созвонилась директором ресторана кафе Two Time, то, что я говорила чуть ранее, блин, вы представляете, такой, знаете, мы хотели, чтобы вы нас обфоткали, потому что разрабатывали антикризисный план, но в итоге мы решили загнуться, и все, блин, печалька, сейчас на работе будем пить чаек, ой, я умею кептики, ой, так, ну теперь вы видите ту же самую с другой стороны, идем из офиса забирать Фиберлик, везти это все на одну квартиру, где идет ремонт, и потом доедем, наверное, к Мале, потому что сегодня ночу там, вот, а еще, несмотря на то, что я снимаю это видео на iPod Touch, я в плане музыки не изменяю своему шашлу, и прямо вот уже столько лет им пользуюсь, и доволен как олень. Листаю сейчас каталог Фиберлик на наличие платьев, и из всех платьев, которые мне понравились, вот эту вот цену в косарь вписывается, только вот это вот, все остальные платья, вот это вот, это все, это сразу две тысячи, то есть на меньшие называются «Я не согласен», вот это вот чудесное платье тоже две, вот, вот это же ордаментное вообще три, вот, и возникает вопрос, ну почему, почему мне нравятся такие дорогие модели, я же их не по цене выбираю, отвезла я сейчас бытовую химию на правый, то есть вот, да, с помощью друга, в прошлый раз, уезжая в без отпуска, забыла, вот это вот просто вот, Вика, ты молодец, вот просто вот, сейчас вы прочувствуете, особенно те, кто носит линзы, контейнер с пинцетом, вот как можно забыть это, это, это надо уметь, потому что контейнер, ладно, слава богу, оказался запасной, пинцет я не могу найти никак отдельно аптеке, типа он продавался, я не делю, линзы опускала в контейнер с помощью палочек для суши, вот, поэтому просто, ну мой родненький, боже мой, сейчас надо полить фикус и двигать дальше по делам, вот такой затопленный, дорогой, Севастополь, красивый, очень тяжело, так и пешком, так и скинули, большие пространства, сколько же не художнику отвалили, интересно, тут такая работа со светоценями, с намеком на 3D, мне по-моему, это вообще здорово, то, что ты был в Крыму, ты уже говорил, ну ты уже говорил, о, крепной крем-супчик, давайте попробуем, какой он в этом заведении, заведение у нас автопицца, 99 рублей, все удовольствие, у нас пицца, тупица приехала, с копченой курочкой, утречка, ребята, посмотрите, как клево, солнышко, коврик, а здесь подоконник, и куча маминой рассады, мама-огородник, подоконник-огородник, и знаете, несмотря на все это великолепие, утро началось довольно-таки печально, я так ждала, что мой муж напишет мне смс, о котором мы договаривались вчера вечером, когда он придет домой после дежурства сегодня утром, а он забыл, и самое обидное, что в очередной раз, я понимаю, что это типичный, не знаю, жест, почти любого мужика, вот, забывать такие вещи, но, честно говоря, из раза в раз становится уже обидно, как будто, блин, не знаю, он забывает про меня, или ему пофиг, тебе нельзя на подоконник, там рассада, ты же ее сваливаешь, кляксель, кляксель, серьезный такой, маленький, кусати-демон, кусати, кусати, Блин, я боюсь её больше, чем она меняет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»